ЗВОНОК В ДВЕРЬ Это Семён. До своего 16-летия он не дожил 10 дней. Упал с 20-ти метровой высоты. Хотел сделать необычное селфи на пожарной лестнице. Верхняя часть конструкции оторвалась от крыши. Если вы её выключите, я вам отвечу. Без камеры жительница дома рассказывает о том вечере. Наверху было двое подростков. Когда Семён оказался на земле, рядом с ним лежал телефон. Очень жалко, конечно, ребёнка. Как мальчишки попали на крышу, никто не видел. Мы проверили входы на чердак. Все оказались заперты новыми замками. Страница Семёна открыта. Здесь оставляют сообщения и чужие люди, и друзья. Судьба забирает лучших из нас. И этот трагический случай не исключение. Говорить о Семёне ребята отказываются. В его родной школе о трагедии напоминает фотография. Хороший был парень? Очень хороший. Отличный. А учился? Учился не знаю по поведению. Я отвечаю как охранник, что замечательный пацан. Официальных комментариев не дали. Все вопросы в администрацию? В администрацию куда? В Кировском районе. Почему спасительная лестница стала убийцей? Мы спросили не в администрации, а в жилком сервисе номер 2 Кировского района. Противопожарная лестница подвергается испытаниям один раз в пять лет. Следующее очередное испытание данной противопожарной лестницы у нас стоит в плане подготовки домов к отопительному сезону 2015 года. По договору ЖКС пути пожарной эвакуации проверяла лицензированная организация. Все ли она выполняла, теперь выясняют в следственном комитете. Там на слово в судьбу не верят. Версию, что подростка тянула на крышу, желание сделать экстремальное селфи не опровергают. В настоящий момент установлено, что погибший совместно с двумя сверстниками фотографировался на крыше пятиэтажного дома. Эпидемия необычных фотосессий или селфи захватила молодежь пару лет назад. Это железнодорожный мост над Дневой. В апреле 2014-го здесь погибла Ксения Игнатьева. Ей было 17. Причина смерти селфи на высоте 9 метров. При падении она схватилась за электрокабель. А эта девушка из Румынии тоже умерла от удара током. Сгорела заживо, пытаясь сделать фото на крыше электрички. Причины, которые толкают подростков на рискованные шаги ради одной фотографии, иногда лежат в области психиатрии. Детям нужно получать впечатление. Поэтому нужен адреналин, как они говорят, нужны острые ощущения эти. И если жизнь не предоставляет им возможность конструктивным способом это получать, они это придумывают сами. Но сегодня с головой окунуться в селфи хотят и взрослые. В интернете есть фото хоть с президентом, хоть с английской королевой. Есть селфи в космосе, есть под водой с акулами. Есть фото с животными на любой вкус. От верблюда и кенгуру до домашних пёсиков. Но короли жанра – любители высоты. Ради одной фотографии они покоряют небоскрёбы, строительные краны и даже памятники. Селфи Английское слово «селфи» на русский язык переводится как «самострел». Говоря об экстремальных фото, точнее перевода не придумаешь. Ведь иногда, пробуя этот мир на прочность, поклонники селфи отправляются в мир иной. Зачем они это делают? Чтобы собрать миллион лайков у интернет-аудитории. Единственного жюри на виртуальной ярмарке «Тщеславия». Вот только иногда плата за успех у прилипших к мониторам бывает слишком высокой. Елена Болдышева, Пульс города.